Неделя в эфире. Здравствуйте. За последние семь дней встретили лето, отметили день защиты детей, сдали первый ЕГЭ, школьники ушли на каникулы. С балкона многоэтажки выпал рабочий и мужчина получил травмы в лифте. И еще на этой неделе по городу гулял в столичные блогеры, известные своими откровенными интернет-репортажами о городах России и их проблемах. Событий было достаточно, обсуждать будем вот что. Обыски у городских чиновников на фоне новоселья выросших сирот. Помогут ли скандалы, связанные с городским имуществом, решить проблемы сирот? Все на каникулы. Депутаты готовятся к последним заседаниям. Что сделано и почему правила политической игры становятся все жестче? Мнение экспертов. Чужой карман так сладок и приятен. Руководителям управляющих компаний не дают покоя деньги жильцов. Два суда за одну неделю. Кто умерит аппетиты коммунальщиков? Темы и события недели обсуждаем вместе с журналистом Анной Жураковской и адвокатом Владимиром Тишиным. Начало недели ознаменовалась информация об обысках у экс-начальника управления жилищной политики города Сергея Макеева и начальника управления градостроительства и архитектуры Сергея Бринева. Также что-то искали следователи у их замов и некоторых руководителей коммерческих организаций. Всего прошло 9 обысков дома и на работе. Говорят, сотрудники следственного комитета искали документы, касающиеся стройки домов для выросших сирот. История скандальная и, мягко говоря, не совсем понятная. А непонятного много. Как заключались контракты? Что к строительству допустили таких нечистоплотных на руку людей? На каких условиях им перечисляли деньги? А еще не ясно, как строительство некоторых домов могло начаться на частной земле и почему об этом заговорили только на неделе. Итак, на строительстве так называемых сиротских домов город потерял десятки миллионов. Накажут ли кого-то за это из тех, кто отдавал команды и принимал решения? По крайней мере, сегодня в самой администрации Оренбурга вполне убедительно дают понять, что ничего страшного не происходит. Начальник управления градостроительства и архитектуры Сергей Бринев по-прежнему доступен для журналистов, дает комментарии, принимает участие в заселении тех же сиротских домов. Счастливы все, но, пожалуй, самым умиротворенным в тот день выглядел глава Оренбурга. А какая здесь природа? Ух, красота-то какая! Лепота! На самом деле возмущает чувство безнаказанности, которое прям пышет от городской администрации, от всех ее уровней. Потому что я так считаю, как обычный горожанин, к тому же как журналист, что вообще происходит катастрофа и происходила катастрофа. То есть, что дома на Турбинной, они как раз вошли в разряд тех скандалов, которых в принципе не должно быть, которых надо было нивелировать, когда надо было чистить конюшни прям до конца, до конца, до конца, выяснять все до конца, до конца, до конца. Более того, быть инициаторами этого выяснения. Не ждать там Следственного комитета, прокуратуры и так далее, тому подобное, да? А как раз идти впереди и выяснять самим, что происходит и кто виноват? Думаю, что система здесь немножко неправильная. Она должна быть каким-то образом, идти по пути софинансирования, либо компенсирование ипотечной ставки, либо вообще компенсирование процентной ставки по кредиту, например. Но раз уж она такая есть, я считаю, и такая ситуация сложилась с этими квартирами, нужно было все-таки давать квартиры и не делать на этом какой-то пиар, какой был сделан. Что касается Бринёвы и же с ними, ситуация, опять-таки, что по квартирами, что с Макеевым была такая ситуация. Мне кажется, реакции будут, но они будут запоздавые. Наверное, если бы не эти скандалы вокруг имущества или драки работников НТВ с Макеевым, о сиротах вряд ли бы вспомнили. Хотя и сейчас больше думают, опять же, не о них, о своих местах, деньгах и свободе. Иначе почему мы не слышим о том, что очередь из сирот без жилья уменьшилась за год ровно на ноль? Сейчас квартиры получают те, кто должен был это сделать в прошлом году. Когда дойдет очередь до тех, кто ждет квартиры, в этом непонятно. Особенно в свете последних событий. Они в основном все снимают квартиры. Особенно выпускники и те, которые совсем недавно-недавно закончили. Ну, конечно, их после детского дома сразу поселяют в общежитии. А потом, когда они только заканчивают институт, они живут, как правило, своими группами, вместе снимают одну квартиру на 3-4 человека. Стараемся им как-то работу найти хорошую, чтобы можно было снимать жилье. Ситуация с сиротами Мне напоминает, такой параллель я проведу, ситуацию с квартирами ветеранам. По моему мнению, если мы считаем, что ветеранам нужно было дать квартиры, их нужно было давать давно. И если вы сильно подзадержались с этими квартирами, то не надо делать на нем пиар. Турбина – это маленький в масштабах общей государственной политики сиротской, но большой в масштабах города пример того, что, ребят, ну как-то надо уже совесть иметь. И что касается квартир, здесь следствие принято когда-то неправильного решения. Надо понимать, что денег мало, вам премьер-министр уже сказал, что денег нет, но вы держитесь, да, знаменитые навязшие в зубах. И, конечно, они будут направляться туда, где общественный резонанс больше, то есть даже на те же дороги, по которым, по поводу которых гудит весь город, гудел весном, и помните, то есть невозможно было ездить, и когда у вас 600 тысяч недовольных, да, там, ну или там 300 тысяч автономеристов, и когда там несколько сирот, десятков сирот, сотен сирот даже, ну, с которыми каким-то образом вопрос можно порешать. Поэтому ситуация кардинально улучшаться, я думаю, что не будет. И следствие это, ну, этого следовало ожидать. И следствие это именно то, что вот такой способ снабжения их жильем был выбран. По иронии судьбы, в этих скандалах, интригах и расследованиях мы отметили День защиты детей. Неизвестно, оказались ли причастны к празднику депутаты, чиновники или, например, уполномоченные по правам ребенка. Хотя, скорее всего, им сейчас не до этого. На повестке дня выборы. Между тем, конец сезона, срока, самое время подводить итоги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое правильное решение или самое трудное? Самое скандальное или самое популярное? Если честно, нам бы очень хотелось, чтобы депутаты Закцоба в нашем эфире озвучили свое мнение о прошедшей работе. На этой неделе мы начали обзванивать членов фракции «Единая Россия» с просьбой проанализировать работу этого созыва. Отвечать каждый за себя оказался не готов. Нам посоветовали обратиться в пресс-службу и написать запрос на имя председателя законодательного собрания. Ситуация, конечно, ожидаемая, но до последнего хотелось верить. Ручной режим – лишь яркая фраза, не более. Вы расцениваете ЗАГСОП не как отдельных депутатов, а как единый орган, который должен формировать свою повестку по тем или иным ключевым вопросам. Он ее не формирует по той простой причине, что большинство там принадлежит «Единой России», а это больше не политики, а служащие административные, я считаю. То есть они не занимаются политикой так таковой, они занимаются все-таки больше аппаратными играми. И поэтому они не заинтересованы, чтобы формировать какой-то месседж от имени законодательного собрания. Вообще все это и законодательная власть на городском уровне, и законодательная власть на областном уровне, и федеральная законодательная власть, они, на мой взгляд, настолько далеки от народа, что даже не очень и понимают, что такое важный для населения закон, а что такое не очень важный для населения закон. Например, важный закон про Бузулукский бор, на мой взгляд, они даже не обсуждали эту проблему. А, например, патриотическую политику и патриотическое воспитание детей и молодежи, они обсуждали чуть ли не каждое заседание. Ну, по крайней мере, несколько раз уж точно. Тема Бузулукского бора и отказа в депутатском расследовании не раз звучала, пока мы готовили неделю. Видимо, этот вопрос вполне мог бы претендовать на статус одного из самых непопулярных и скандальных, если бы депутаты все-таки согласились публично подвести итоги. Ждем, кстати, если что. Не обошлось и без упоминания Бузулукского бора, и в разговоре с доктором философских наук, профессором Мариной Солодкой. Накануне мы общались с ней в программе «Эхо недели». Самые интересные высказывания и отрывки после рекламы. Это неделя, и мы продолжаем. Политические игры. Дочки матери или кондолы скованы. Во что играют наши депутаты и каковы правила? Над этими вопросами накануне мы размышляли с доктором философских наук Мариной Солодкой. На самом деле, понять их достаточно просто. Вот только избирателям места в правилах политической игры нет. И принцип «не навреди» работает, увы, не для нас. Как вы считаете, вот если анализируя, принятые законодательные инициативы, не навредили ли они? Нет, я имела в виду, они не навредили сильно федеральному центру. То есть там же их оценивали федералы, и поэтому вот как-то они там незаметно прошмыгнули силой мышкой. А в чем не навредили, да? То есть если мы посмотрим, какие законы принимались нашим парламентом, то я, конечно, вот прям так скрупулезно не смотрела все, что они принимали. Но, по крайней мере, все одиозные законы, которые были приняты на федеральном уровне, наш парламент их все поддержал, ни один из одиозных законов он не отклонил. Более того, я помню, что, допустим, то, что волновало жителей Оренбургской области, это ситуация с Бузулукским бором, с тем, что был объявлен конкурс, и конкурс был выигран, да, Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. И было много разговоров, и было, вроде бы, попытки начать парламентское расследование. Ничего подобного не произошло. И, как бы, здесь, опять-таки, вопрос, да, каким был парламент? Ну, вот, парламент был ровно таким, как это, управляемым большинством. И те решения, которые нужны были федеральной власти, он принимал. А как вы считаете, вот, наверное, это желание не навредить могло стать причиной тому, что у нас не было принято, например, ни одного обращения в федеральный центр по проблемам областным. В принципе, то же самое можно сказать и о депутатах городского совета. Ситуация складывается так, что вот те проблемы, с которыми мы внутри живем, в области плохие дороги, снег, нехватка денег, мы не видим заинтересованности взаимодействия законодательной власти. То есть у нас город не обращается к области с просьбами, у нас область не обращается в федеральный центр. Это вот это же самое желание не навредить или боязнь, что тебя признают некомпетентным? Ну, во-первых, они же хотят, чтобы кресло под ними сохранилось. И поэтому, чтобы кресло под ними сохранилось, сейчас есть один критерий. Это лояльность вышестоящим. И поэтому лояльность вышестоящим нужно демонстрировать. И демонстрировать в том, что не нужно задавать лишних вопросов. То есть как вертикаль власти действует? Нет, ну как же, вертикаль власти действует следующим образом. Ешь глазами начальства, и на вопросы, есть ли вопросы, твой ответ. Никак нет, разрешите исполнять. То есть там вопросы в принципе не предусмотрены. Вы говорите, их избирал народ. Знаете, в последнее время как-то все больше наш народ выбирает только тех, которых ему советуют сверху. Вот этот вот принцип «не навреди», он даже, скорее всего, не навреди, а не высовывайся. Он приводит к тому, что обходятся какие-то острые углы, которые непопулярно могут сыграть, непопулярно понизить популярность власти, реакция на них. Но и очень много упущенных возможностей. То есть инициатива, она приводит к тому, что не привлекаются какие-то деньги в регион. Не развивается тоже внутренний туризм, например. Вот здесь вот эта апатия, по которой возникает в связи с тем, что не нужно работать с электоратом, не нужно зарабатывать себе очки в том объеме, в котором это необходимо было бы в нормальной политической системе, в нормальной конкуренции, оно приводит к тому, что мало того, что не реагируют на какие-то критические события, это Бор, это Оренейр, это дороги, сироты и так далее. Мы говорим, еще раз говорю, о консолидированном мнении ЗАГСОБы. Но и какие-то упущенные возможности, к сожалению. И все-таки принцип игры в дочки-матери для наших депутатов оказался более близким, считает Марина Солодкая. Правда, если с послушными детьми, депутатами, все относительно ясно, то насколько хороша мать? Большой вопрос. О семейственно-политических отношениях и о том, почему интересы избирателей и избранников так расходятся. Далее. Ну, вертикаль так вертикаль. Зачем в таком случае вообще нужны законодательные собрания, городской совет? Ну, если говорить о внешней каком-то позиционировании России, да, несмотря на то, что мы со многими разругались, но тем не менее мы продолжаем себя позиционировать как страна, которая, если не относится к странам с развитой демократией, то, по крайней мере, к этому стремится. То мы должны все атрибуты стран с развитой или, по крайней мере, созвивающейся демократией соблюдать. Это раз. Второе. Ну, это же нечестно. Получается, у нас этого нет, а мы говорим, что у нас это есть. Ну, мы хотя бы играем. Вот, понимаете, дети, они же играют в дочки-матери. Это очень хорошая игра. Мы смотрим, например, сейчас очень много шоу типа за стеклом. Зачем? Ну, вот мы тоже учимся какие-то ситуации примерять на себя, да, ведь у нас же полстраны являются партией телевизора, которые неотрывно следят за тем, как кто-то худеет. Ну, вот представьте, это такая же игра, вы следите за тем, как кого-то избирают, кто-то ходит в дом советов на сессии, кто-то поднимает вопросы, голосует и так далее. Вот вы посмотрите, как они играют, может быть, вам понравится такая игра, а может быть, вы скажете, нет, ребята, в эту игру можно играть гораздо более интереснее, и вы поднимете уровень этой игры. Более того, вы, начав играть в нее, вы вдруг поймете, что за ней стоят совершенно реальные вещи, и это можно делать по-настоящему. То есть можно играть в дочки-матери, а можно реально быть матерью и в восторге быть от этого, реальной матерью. Так и здесь, то есть как бы не только это как позиционирование внешнее, но это нужно постоянно делать, потому что иначе мы совсем отвыкнем, мы даже забудем, что в принципе можно выбирать. Ну, а мне кажется, сами депутаты уже вот начинают немножко как бы отвыкать, но отвыкать от того, как было раньше. Например, вот если даже наблюдать за нашим городским советом, если еще в прошлом созыве какие-то возникали прения, конфликты, то сейчас тишина абсолютно, и я заглянула в повестку дня, нету ни одного вопроса, который волновал бы, например, меня как жителя города, опять же возвращаясь к дорогам, к комарам, к нехватке средств, к социальному жилью и к прочим. Почему сегодня идет такое расхождение в интересах, по сути, избирателей, самих депутатов? Я говорю сейчас, наверное, как о городском, так и об областном уровне. Ну, я как раз сказала, что они у нас реально назначаются, согласовываются сверху, а потом нам их предлагают, и кто-то ходит за них, голосует, их выбирает. Но тогда, если они играют, они же должны стараться как-то играть? Они стараются, они очень стараются, но вот здесь представьте, вы же прекрасно понимаете, да, как мама там школьника. Вы же не будете, как родитель, в конце учебного года затевать много вопросов к классному руководителю и остальным учителям. Не будете, хотя бы потому... Ну, наверное, да. Вот. То же самое наши депутаты. У них же сейчас, как это, конец года учебного, я бы даже сказала, у них выпускной на носу. А когда у них выпускной на носу, да-да-да, почти ЕГЭ. Вот. И в этом отношении, что для них сейчас главное? Главное для них сейчас уже давным-давно переговоры. Переговоры о распределении округов, и о том, кто пойдет, кто не пойдет, и кто через списки, кто так, кто с кем, чем будет делиться, кто с кем, чем пойдет в связке. Это не только внутри партии власти, партия Единая Россия, и договариваются, и оппозиция, и не только между собой, но и с Единой Россией в том числе. И поэтому они настолько заняты этими переговорами, настолько заняты подготовкой к ЕГЭ и репетиторству, что, понимаете, как бы выходить с острыми вопросами для них сейчас нет никакого смысла. Что касается игры в «Дочки-матери», очень хорошее, конечно, сравнение, но не все из них верят в эту игру. Хотя, исходя из того состава, например, Оренбургского горсовета, который выбрали, нет надежды на то, что состав законодательного собрания будет лучше. Потому что, например, в составе Оренбургского городского совета, на мой взгляд, 5-7 человек, которые действительно понимают, что такое работа депутата. Очередное заседание законодательного собрания состоится 14 июня. Именно в этот день захотела вывести на митинг людей оппозиция. Опять ЕДК и опять на повестке «Судьба пенсионеров и инвалидов». Желаемое место дислокации – площадь имени Ленина под окнами тех же депутатов. Но произошла накладка – митинга здесь не будет. Оказалось, что 14 июня место на площади Ленина уже занято – молодыми, талантливыми и перспективными. Здесь пройдет ярмарка молодежных проектов общественной организации, российские студенческие отряды. Совершенно случайно молодежь подала заявку на проведение ярмарки на 4 дня раньше, чем оппозиция – 26 мая. Поэтому депутаты ЗАГС СОБА смогут смело и с гордостью маршировать на очередное заседание, а не пробираться тайком вдоль каменных стен, дабы не попасться на глаза обиженным и обозленным избирателям, как это было, например, в апреле. Ну и еще о событиях недели. В эти дни прошло сразу два судебных заседания, фигурантами которых стали руководители коммунальных организаций. Суть – дел разное, но и в том и в другом случае. Их погубила банальная жадность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полтора года за присвоение и растрату денежных средств. Такое наказание вынес Дзержинский районный суд экс-руководителю ТСЖ «Мой дом». Ей надели наручники и взяли под стражу прямо в зале суда. Следствие установило, что предприимчивая женщина – деньги жильцов, которые они платили за коммунальные услуги, складывала себе в карман. Экс-руководителя управляющей компании «Русь» не судили. Она принимала участие в дележке средств. Татьяна Громотина после увольнения решила, что сумма выходного пособия должна составлять почти полтора миллиона рублей. По договору она должна была проработать пять лет, но должность занимала менее половины срока. Совет учредителей принял решение об ее отставке. Тем не менее, Татьяна Громотина успела составить договор, согласно которому в случае ее увольнения сумма выходного пособия должна составлять порядка полутора миллионов. В первом случае директор ТСЖ должна теперь жителям 800 тысяч. А во втором – в так называемом «золотом парашюте» – отказана. Говорят, аппетит приходит во время еды. Вот, видимо, он и пришел. Сторонников правильного питания в коммунальной сфере найти очень сложно. Эксперты полагают, что только собственники жилья здесь могут выступать своеобразными диетологами. Конечно, это промахи самих жильцов. То есть, однозначно для собственников жилья важно, каким образом осуществляется уход за его домом, территорией, подъездом и так далее. То есть, я уже говорил об этом, что кроме радости владения жильем, существует еще и ответственность. И поэтому надо уметь ей пользоваться. И задача власти здесь – максимально разъяснять людям, то есть, вплоть до раздачи каких-то там агитационных материалов и справочников, каким образом необходимо осуществлять контроль за тем ТСЖ, которые обслуживают ваш дом, управляющие компании и так далее. И завершая неделю, нельзя не сказать, что к 1 июня по требованию прокуратуры должны были привести в порядок дороги Оренбурга. Судя по звонкам в редакцию, да и тому, что мы сами видим, требования выполнены, мягко говоря, не полностью. Совсем близко суды, и по нашей информации, время действовать судебным приставом. Правда, каким именно образом они будут требовать от города исполнения решения суда, сами приставы ответить затрудняются. А еще интересно, что скажет та же прокуратура на то, что во время катастрофической нехватки средств и бездорожья в поселок Пригородный, где живет губернатор, прокладывают новый асфальт в четыре полосы. Кстати, на этой неделе Оренбург посетил столичный блогер Илья Варламов. Он приезжает в российские города специально, чтобы изложить реальную картину городов России и не только. Своего рода ревизия. Его живой журнал – лидер по числу читателей. Так вот, в первые часы про дороги он ничего не сказал. Зато Варламову очень понравилось, что у нас почти в центре города квакают лягушки. Он посчитал это очень милым. Ну что ж, возможно, иногда ведь и правда лучше слушать, как квакают лягушки. Ну а программа «Неделя» на лето, в отличие от многих, замолчит у нас каникулы. Всего хорошего и до встречи в новостях. Редактор субтитров А.Семкин